Анастасия А что касательно обряда соборования, то в христианстве он возник на основе знаний о похожих обрядах, например, о врачевании по заклинательной молитве, более ранних религий, имевших место у разных народов. Как правило, они проводились с применением обычных медицинских средств, например, таких, как елей, которые использовали в древности, то есть всё то же, только в подаче христианской идеологической концепции. В чём суть такого заклинательного врачевания? Священники, практикующие молитвы, сильные шаманы, экстрасенсы и им подобные люди, могут оказывать кратковременное влияние на человека. Но, конечно, всё это в пределах сферы животного разума, то есть в лучшем случае они могут оказывать воздействие с позиции шестого измерения. Безусловно, это не идёт и близко в сравнение с силой духовно освободившегося человека, для которого открыто седьмое измерение, тем более силой бодхисаттвы. Все эти действия и современные обряды людей можно отнести к своеобразной помощи друг другу в понимании людей. Они практиковались в обществе ещё со времён палеолита. Но давно упущен очень важный момент этих действий. Если человек, которому помогают, не изменится внутренне, не будет в дальнейшем работать над собой, над укреплением своего духовного начала и укращением своего эгоизма, гордыни, то есть животного начала и так далее, то эта помощь не принесёт пользы. Никто за человека не сделает его основную духовную работу, кроме него самого. Даже если весь мир будет молиться за спасение этого человека, но сам он по своему личному выбору не захочет меняться, все эти действия людей будут бессмысленны. Настоящее таинство духовного врачевания заключено в словах «По вере вашей да будет вам». Человек сам выбирает, какому началу отдать силу своего внимания, то ли животному, то ли духовному. Посему и желания людские столь разнятся. Кто-то вымаливает здравие для тела своего смертного, а кто-то — жизни вечной для своей личности в истинном доме души. Анастасия. Да, что и говорить, в нынешнем обществе идёт лишь подражание в форме, без знания сути. Такую духовную силу семёркой людей в одеянии священников не заменишь, а духовное освобождение, естественно, за деньги не купишь. Это не звание, не должность, и хвастовством не приобретёшь. Ригден. Это верно. Надо много духовно работать над собой, чтобы достигнуть духовного освобождения. Причём неважно, числишься ты в какой-то религии или нет. Это личная духовная работа каждого человека. Анастасия. Проблема в том, что эти знания о возможностях самостоятельного духовного развития каждого человека скрывают от общества сами жрецы. Даже те из людей, кто ищет знания, начинают свои поиски, руководствуясь материальным, общепринятым мировоззрением, соответственно, находят людей такого же мировоззрения. Вот и получается у них с духовным познанием, как в библейском выражении. Если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму. Ригден. Совершенно верно. Как правило, такие люди ищут себе учителей отчасти, чтобы переложить на них ответственность за своё духовное развитие, вместо того, чтобы развиваться самостоятельно. Но если посмотреть на общество в целом, то в большинстве случаев так называемые «учителя» практически ничем по духовному развитию не отличаются от своих учеников. Подражателей от человеческого ума, провозглашающих себя посредниками между людьми и Богом, предостаточно и по сей день по всему миру, и не только в разных религиях, сектах, но и просто в обществе. Все они хотят учить кого-то, но только не преобразовывать себя духовно. При такой наполеоновской армии учителей всех мастей, действительно познавших истину единицы. Почему такой парадокс? Да потому что, куда ни глянь, везде подмены духовного мировоззрения на материальное, политика, жажда власти и денег. Сегодня уже не секрет, что во многих религиях покупают церковные должности, как семечки на базаре. Для многих это всего лишь игра в политику, возможность влавствовать над себе подобными. А по сути-то, все остаются обыкновенными людьми, занимая разные, даже весьма высокие должности. Анастасия. Ну да, искусственно создают иллюзию своей святости для народа. Я когда-то во времена Советского Союза, будучи юной, так думала о советском правительстве. Для меня они были чуть ли не полубоги, которые где-то там, далеко от нас и не в нашей жизни сидят на своих заседаниях, такие всеправильные, не едят, не пьют и даже в туалет не ходят. А когда вы мне развенчали этот миф, показав, что это такие же люди, как и все, для меня вначале это было шоком, а потом пришло реальное понимание ситуации. Я начала раскручивать цепочку. Для чего создавался этот миф? Почему я так его восприняла? И попутно выяснила для себя много любопытных фактов. Например, как вообще в мире создаются выгодные образы политиков и жрецов, их имидж и святость, которыми прославляемый кандидат вовсе не обладает? Как искусственно формируется общественное мнение по отношению к этим людям? Как людей массово склоняют к тому или иному выгодному власть имущим мировосприятию? Как и почему происходит борьба за управлением сознанием целых народов в разных странах и даже за мировое господство? Ригден. Да, получить информацию — это еще пол-дела. Гораздо важнее качество ее осознания. Рассмотрим далее, например, обряд христианского таинства священства — рукоположения, то есть посвящение в сан священнослужителя в церковной иерархии. К сожалению, сегодня в христианстве его уподобили церемониальному театрализованному шоу — лицедейству по наделению властью определенных людей совершать таинства и пасти стада. Здесь уже духовностью не пахнет, здесь уже политика. Учитывая нынешние отношения внутри различных христианских церквей и течений, подчиненные потребительскому формату мышления, в большинстве случаев этот обряд уже формальность, дань традициям. Всем и так уже все известно, еще до обряда. Высокие должности, как говорится, куплены и распределены. А чем заняты умы большинства присутствующих во время самого обряда? Бывалых интересует распределение власти. И отношения внутри коллектива. Молодых — как бы не забыть последовательность действий, какие предметы и священные руки целовать в первую очередь, и сколько раз поклониться. Ничего не изменилось со временем, ведь подобное существовало и в религиях других народов в разные времена. Только по-иному именовалось. Но суть осталась та же. Конечно, среди всей этой толчьи власти попадаются истинно верующие люди, концентрирующие внимание не на внешней обрядности, а на своих духовных чувствах к Богу. Но таковых, к сожалению, очень и очень мало. Анастасия. Действительно, все это дела человеческие. Каждый выбирает в себе то, что более прельщает его в тайных желаниях. Но ведь если рассмотреть истоки происхождения таинства священства как такового, то здесь же имеется в виду последний, заключительный этап духовного развития человека. Это то же, что в суфизме называют утратой человеческого «я», слиянием души, ищущего с Богом. В буддизме — совершенством запредельной интуитивной мудрости. Ригден. Конечно, люди, следующие духовным путём через внутреннюю работу над собой, независимо от того, принадлежали они к религиям своего времени или нет, на самом деле проходили одни и те же этапы самосовершенствования. Если проследить истоки зарождения того же понятия «священник», то в глубокой древности оно означало «человека, предстоящего перед Богом». По сути, это выход в седьмое измерение — достижение человеком истинной святости, качественное, духовное его преображение ещё при жизни. Вот на этом этапе духовного развития человек действительно познаёт такую силу от Бога, благодаря которой он покидает круг реинкарнаций и освобождается, уходит в рай, нирвану, как бы люди ни называли духовный мир, но суть от этого не меняется. Так что все эти этапы духовного совершенствования человека, одинаковые по смыслу и содержанию, присутствовали во всех мировых религиях под тем или иным покровом особых таинств, ступеней, прохождение отрезков духовного пути и так далее. Но что я хочу сказать по этому поводу? Духовные знания не принадлежат ни одной из религий, как бы каждая из них не стремилась присвоить их себе, интерпретируя согласно своим канонам и традициям. Анастасия. Да, и это очень четко прослеживается при внимательном изучении и сравнении духовных знаний в религиозных культурах разных народов. Как пример можно рассмотреть христианское таинство миропомазания, о котором мы говорили. Помазание в виде знака равностороннего креста, освященным миром определенных частей тела, лица, глаз, ушей, груди, рук, ног считается в этой религии символом приобщения к божественной благодати, посредством которого человек получает дары Святого Духа. Знак креста на лбу в районе чекрана третий глаз согласно христианской религии символизирует освящение мыслей, чтобы человек умел держать их в чистоте, духовных помыслах. Знак креста на груди в районе чекрана, именуемого в том же индуизме сердечной чакрой любви — анахата, символизирует любовь к Богу, которую человек должен принести в течение своей жизни. На глазах в древности их называли открытыми чекранами для того, чтобы человек обрел духовное виденье, виденье благодати Божией во всяком творении. На ушах — для того, чтобы человек слышал духовное слово. Ригден. Кстати, в древности люди, обладающие истинным духовным знанием об этом процессе, совершали помазание маслом не самих ушей, а именно тех точек над каждым ухом. о которых я упоминал, рассказывая о медитации на четыре сущности, то есть тех самых областей над душами, где имеются структуры, участвующие в процессе восприятия ориентации человека в пространствах различных измерений, в изменённых состояниях сознания. Анастасия. Да, получается, всё когда-то было сознанием дела. Помазание рук, в районе, где расположены чекраны рук, в христианстве символизирует напутствие на добрые дела. Ног, на стопах ног также имеются чекраны. Возможность следования по духовному пути, ведущему в Царство Божие. Другими словами, несмотря на христианскую философию толкования процесса помазания, сам процесс производился практически по точкам основных чекранов.